здравствуйте дорогие друзья новый выпуск нашей программы о душе и по душам и сегодня мы поговорим по душам с моим другом из москвы с культурологом автором канала youtube канала нескучный нестер и телеграм-канал и все ссылки будут в описаниях под видео поэтому подписывайтесь с моим другом не старом здравствуй не стар здравствуй артем очень рад тебя видеть мы недавно отметили так сказать день рождения нашей любимой певицы вот сегодня в маечках с ней и поговорили да давно не виделись давно не разговаривали и поговорили вот об этом феномене о неком уникальном и волшебном на самом деле есть что-то в ее карьере в ее жизни жизни певицы мадонны что-то мистическое и так у нас родилась идея вот относительно сегодняшней передачи называется она магия мадонны и вот нестор как культуролог который очень много знает про неё очень много фактов человек прекрасно владеет английским языком нам расскажет почему мы так назвали эфир да собственно почему мы назвали видео магия мадонны еще до того как она выпустила свой дебютный студийный альбом до мадонна который назывался также мадонна мадонна и и представляли на выступлениях магик мадонна магическая мадонна которая вот завораживает что там это оказалось пророчеством то есть это самая успешная женщина артист по планете суммарно она продала более 300 миллионов записей к касса и и что у всех суммарно это полтора миллиарда долларов то есть здесь это просто космический успех превзойдетом кино тёрнер ну всех женщин до сих пор и никто ее не произошел на данный момент и вряд ли это кому-то удастся хотя кто знает да наше время это очень все очень относительно все эти продажи так далее да я тебя понимаю скажи пожалуйста вот меня конечно как психолога еще сейчас интересует она и так как я изучаю те или иные духовные также мистические системы как так сказать и мой кумир детства но об этом чуть позднее поговорим вот для меня интересно как отражается ее личность ее психология и я не побоюсь этого слова сказать как специалист психопатологии в ее творчестве вот скажи пожалуйста для тебя как для культуролога что значимое что какие точки ты можешь выделить какие этапы в истории ее жизни истории и творчества я постараюсь это проанализировать мне интересно совпадет мое мнение с твоим или нет да вот самое интересное самое большое как бы влияние на мадонну оказала смерть матери она потеряла мать в раннем возрасте пять лет да то есть это ребенок еще только от формировался даже вот так вот может быть она даже и не помнит то есть мы не знаем об этом она говорит конечно что она там помнят как она прибегала к ее кровати она там болела она умерла от рака ее мать но искать мы до конца не знаем мать мадонна назвали в честь матери да то есть мадонна также звали ее мать многие считают что-то псевдоним то есть многие думаю что это она богохульница да очень пиар себе сделать черный на мадонне на самом деле это настоящая певица то есть полное имя это мандо мадонна луиза вероника чикона значит смерть стала шоком для нее это просто была трагедия для девочки подруга детства ей говорил интервью вообще что мадонна прибегала часто к ней и родала то есть она не могла остановиться то есть была просто какая-то фрустрация у нее то есть это было то есть сравнить сейчас мадонну и вот это факт это просто два разных человека да мы видим как сильную мадонну сейчас как же сильная женщина терминатор да значит отношения с отцом здесь тоже все очень было сложно то есть после смерти матери отец сразу же женился то есть это было то что там было шесть детей семье отец они не были бедными но не были богатыми то есть надо было надо нужно нужно была женщина которая бы помогала да с по хозяйству с детьми и он женится на мальчике и вот мальчик появляется в жизни мадонны девочка конечно же возенавидела отца вплоть до рождения собственного второго ребенка то есть было настолько у нее внутренние какой-то процессы что она только после второго рождения своего второго ребенка в 2000 году она возобновила это плотное общение с отцом значит в творчестве это очень сильно отразилось то есть постоянно идет красная нитью через все творчество мы можем увидеть это в песнях да вот например песня mother and father до мать и отец она поет там что одно время я была счастлива затем умерла моя мать да я когда-то верила и море молилась иисусу христу но затем все исчезло да и отец должен был идти на работу я считал что он был козлом она прямо это в песню это поет да также есть песня что она говорит про свою мать то есть маленькая девочка не забывай ее улыбку не забывай ее лицо храни ее внутри себя живой образ до матери и здесь мы видим вот эту постоянно то есть видеоклипах какой-то она даже сама говорит что моя мать это будто ангел-хранитель то есть даже когда были моменты в ее творчестве или в жизни да это критически когда она могла просто сломаться она обращалась к этому сказать связи вселенной да свои с духу с духом матери и здесь она мать ей помогала мне вот интересно что такого на твой взгляд вот что мы такого интересного необычного видим вот в психотипе структуре личности мадонны скажи пожалуйста ну я не знаю насколько необычная потому что такие люди есть конечно такого масштаба такого эффекта всемирного достигают немногие но если мы будем смотреть на мадонну на ее личность на историю ее жизни с точки зрения психоанализа например я здесь больше всего ссылаюсь на ее биографии автобиография в которых также вот очень много описывается про ее детские травмы про ее отношения с отцом то мадонна нам демонстрирует такой классический типаж так называемой фаллической женщины женщина с членом женщина с фаосом с пенисом этот типаж формируется как раз таки в возрасте четырех с половиной пяти с половиной лет происходит по фрейду комплекс электры у девочек или комплекс эдипов комплекс у мальчиков где девочка испытывает сильное сексуальное влечение возбуждения к отцу и ненависть к своей матери я не говорю что она очень радовалась хлопала в ладоши когда умерла ее мама но психологически ребенок ставит себя на место девочка ставит себя на место мамы что она выйдет за папу замуж тут папа женится на другой даже не на маме а на другой тете приводит ее в дом и рожает еще братиков и сестричек конечно для ребенка это травма в этом возрасте может быть если это случилось раньше смерти ее мамы или позднее мы бы уже бы не увидели мадонны ту которая сейчас но так как это было на фаллической стадии все события которые с ней произошли в этом раннем детстве то либидо зафиксировалась зафиксировалась на уровне фалоса точнее у девочек его нету в норме поплачут и осознают что у девочек есть другое у мальчика есть другие части тела этим отличаются и все разные все классные по фрейду такая женщина которая не разрешила в себе этот конфликт всю жизнь будет страдать внутренне и завидовать пенису зависть к пенису поэтому она будет всячески доказывать себе и другим что у нее тоже есть яйца что у нее тоже есть пенис что вот посмотрите достаю из широких штанин и говорю с гордостью да вот как раз таки еще личностные черты такие как амбициозность нарциссизм потому что нарциссизм заставляет снять трусики меня перед другим и показать что у меня там между ножками есть конкуренция сексуальность амбициозность вот это вот демонстрация честолюбие гордость высокомерия формируется как раз таки у ребенка вот зачатки в этом возрасте и на этой стадии мадонна для меня мадонна для меня чистая фаллическая женщина девушка девочка с неразрешенным комплексом электро если мы будем психоаналитически смотреть на нее помимо этого у нее есть вот клинически так сказать такие тельные радикалы они есть у каждого из нас у нее выраженный параноидный радикал у нее есть склонность к паранойе склонность к ипохондрии и в ее биографиях также это описывается и мы знаем как ну сейчас уже кстати с этим на это интересно наблюдать а раньше она была очень вот за зож она была от врачей не выходила она боялась и этих самых кондиционеров и этапе и отопления то есть чтобы не простудиться она вот была эпохондричная даже горячо говорил в интервью насколько я помню да то есть постоянно на спортом занималась исключала всячески наркотики из своей жизни в то время то есть параноидные черты ипохондрические нарциссические и стероидные и еще что стоит сказать что для фаллической для фаллической личности могут быть и мужчины по фаллическому типу развиваться есть некая нотка всегда провокация с такой сагрессии с неким вызовом им важно вот бросить вызов показать что не слабак показать что есть большие сильные яйца стальные между ногами и готов значит к вызову и сейчас он победит и сейчас он или она вот этот фаллический тип всех поимеет да говоря о политическом типе да то есть мы всегда видели провокацию мадонна это ее фишка и например вот альбом да восемьдесят девятого года like a prayer все знают его да то есть песня стала ее мировым хитом а здесь она изображена изображена обложка в джинсах да вот она вот мадонна джинсы и держит как будто чуть ли не расстегнутая ширина шинка здесь как тебя пуговица расстегнута мне кажется да здесь очень важно и кажется распятие здесь где-то должно было висеть может на больше расширенной вершке версии обложки но тем не менее до песни называется like a prayer словно молитва до христианстве ну таком такому очень строго на классическом женщина не может носить брюк ну не джинсы и брюки да и в этом альбоме кстати есть песня даут и промысливая где на просто смерть своей матери и мне кажется здесь специально сделано это обложка да то есть like a prayer словно молитва и джинсы до оголенный живот расстегнута ширинка то есть про то что ты говоришь про фаллическую до личность здесь прям в точку то есть она уже тогда начала и через всю карьеру она пытается доказать да что она такая сильная то что ее травма не и вообще ничего не беспокоит только вот в шестнадцатом году вот и впервые да за всю карьеру когда она выпустила свой альбом извиняюсь пятнадцатом альбом rebel h до мятежное сердце там была такая песня joan of arc до жанна дарк давно говорит что я все-таки еще не жанна дарк не ранить слова которые говорят обо мне то есть мы видим как бы что может быть с возрастом а начала как бы более как открываться да хотя сейчас мне кажется наоборот пошло опять закрепощение до опять закрытие от всего мира возможно это была какая-то личная травма с отношениями любовниками но я хочу перейти к символизму да к символизму мистики то что просто пронизано творчество мадонны говоря то что мадонна она не религиозный человек да то есть она не 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 принадлежит ни к одной религии классической мира да не к иудаизму не к христианству не православию да то есть этот хотя она не практики изучала но она и пела даже в одной из своих песен что она три риджин в этот филсу гуд да 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 и и вот здесь как бы очень забавно смотреть как канал сквозь года до проносит эту идею христианства хотя не является да вот этим человеком который верует она во всех там турные да хотелось бы отметить тур про инвенчан тур там есть интер люди видео интер люди где она читает отрывок из откровений ветхого завета то есть я будучи тоже нового завета апокалипсис от уана богослова да 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 спасибо но видишь я я тоже как бы особо не религиозный человек поэтому я просто впервые даже услышал чтение на английском языке именно от мадонны когда услышал интер людью особенно запись концерта когда вот идут когда идет концерт другая энергия дачном на записи и даже там живой концерт запись концерта и запись сильно альбомная да это отличается до совершенно энергетик когда записывается даже через запись концерта мы можем почувствовать и дело в том что вот когда он читал строчку да из книги откровений просто как будто чуть ли не слезы каждый раз когда вот я слушаю и то мурашки какой тут что отвлекается хотя вот я сказать не отношусь никакой мировой религии никогда никого не отговариваю от верования вот во что хотят кто-то кто-то хочет верить но тем не менее до меня считается для меня от религия тут хорошая книжка да такая хорошая чтила и я хотел отметить что в этом туре да она читает ветхий завет то есть это примут христианство потом в следующем туре она распятая на кресте может все помнят да когда был первый приезд москву да 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 такое было когда не было тектонических двигов в нашей стране и он там была распятая на кресте да потом следующий тур там была стойка для микрофона виде креста в следующем туре еще круче там идет пилон виде креста на котором она крутится ее там полураздеты монахи и танцовщицы тоже там выполняют разные кульбиты и там она чего создает да вот эту тайную тайную вечер да то есть там вообще я думаю что если там папа римский там откровение полное да да откровение полное если если нынешний папа римский да франциском как бы такой более продвинутые взгляды идут в него то если взять о там предыдущий да и уан кажется его звали там конечно было ну все знают да что мадонна отлучали три раза церкви да то есть такой вот любовь ватикана к нашей королеве поп-музыки у меня вот хочется да вот на весь мир папа римский значит а три раза даже в москве в златоглавы в центре духовности православия вбивали в богокуниус осиновый кол ну вот посмотрите ну как-то не помогает ну это вот чтобы задуматься для наших зрителей вот чтобы они задумались извините что перебил не мог просто не вставить так сказать ну а как еще не ставить да то есть ее концерт отменяли то есть этот отменяли там пытались отменить точнее пытались до ключевое слово пытались люди все равно даже верующие сходили там я знаю людей которые ходят церковь каждое воскресенье и вот они тоже были на ее концерте и ничего такого не оскорбились нормально то есть это творчество она имеет место быть я считаю как я разделяю точку зрения мадонны о том что искусство должно заставлять тебя думать то есть она должна не только себя удовлетворять то есть вид как-то смотришь на это да она должна и тебя раздражать заставлять думать то есть это цель творчество то есть это им музыка и картины и видео то есть это настоящее искусство не то что там бузовый там все киркоровы да то есть у них там пародия пародия конечно пародия там идет как бы я не считаю это серьезным да можно посмотреть дал так найти фоном да и кому-то нравится пожалуйста но ничего серьезного там я не вижу лично дает хотелось бы про символизм еще то что она не верующий человек но тем не менее когда у него был кризис творчестве в девяностом году но 91 92 года между выходом альбом like a prayer с обложкой где на джинсах да и был альбом эротиком где она коротко постриглась да вот она просто отрезала все свои волосы хотя не она никогда у него длинных волос не было это были парики да то есть они были может такие то есть но там она реально куртка постриглась потом мали сайрус как всем известно повторила ее поступок и здесь когда она проходила через внутренние какой-то переломный момент 1 своей карьере жизни да она увлеклась мистическим учением под названием каббала я думаю что многие слышали да то есть все многие там возбуждают думаю что там это какая-то секта за том что все там ходят по кругу там что ли там не знаю ну по кругу тоже доходит но имеется на виду там убивают жертвоприношение там пьют кровь младенца так далее и здесь как бы она через эту через это учение она могла вернуть себя то есть она переродилась она ушла из концерт из концертной деятельности да то есть не был большой перерыв 93 по 2001 год она ушла потому что поняла что она выгорает происходит выгорание или ушла так то на и фильмы фильмы снималась альбом да да но но она ушла из-за именно такой активной концертной деятельности когда идут все вот это прям вот то есть каждый тур мадонны сопровождается это альбом тур альбом тур а здесь как бы все прекратилось и она как сказать переизобрела себя да то есть она вот с помощью каббалы и многих других учений да ответствений там практик она смогла йога помогла также здесь как бы альбом ray of light да то есть луч света там огромное количество символов отсылок то есть это просто какое-то эзотерическое откровение то есть кто-то с чем-то и тот же клип frozen если вы заметите клип frozen где она в черном одеянии в черном таком длинном парике да вот похоже на ли высокая певицу линда на линда да да не будем упоминать кто первый выпуск ли похоже ну да и там у нее нанесены в этом клипе такие татуировки на руках и там тоже очень много символов то есть там и астрологические какие-то знаки то есть этот его сам символ альбома то есть там это rail flight обложка и есть логотип самого альбома там идет очень очень схожий символ то есть переделанные ночи с кожей с рунами то есть рунология да вот и там есть один на 1 руна очень похожа на символ этого альбома и мне хотелось бы спросить твое профессиональное мнение артем вообще каббале что я знаю что ты увлекаешься сам этим учением знаешь о нем очень много и я бы хотел бы узнать принципы в чем заключается принципы каббалы и на твой взгляд вообще пошло мама донит на пользу и почему-то личность мадонны да она пошла вот не по религиозной тематике да а какой тут свое ответвление виде каббалы хорошо да действительно и я можно назвать увлекаюсь но на самом деле мы изучаем это изучение это древнее иудейско-древнее еврейское изучение трактовка как раз таки ветхого завета и священных текстов суть каббалы происходит от слова лекабель что означает получать то есть есть некая такая материальная что ли выгода у этого учения если ты что-то хочешь получить тебе необходимо выучить несколько уроков делать несколько практик так сказать и ты можешь ты можешь стать ближе на пути к этому а можешь и не стать ближе на самом деле да мадонна активно изучала и изучает насколько я знаю а я знаешь я как в сексе в большом городе где там значит по моему кто там была моя любимая шарлотта она кстати потом гиур приняла то есть перешла в иудаизм официально она у таролога и она такая ой это вы на фотографии с мадонны и таролог говорит да мы с ней ходили в один каббалистический кружок вот я тоже ходил в тот же самый кружок и изучаю сейчас подключаюсь по возможности по желанию где и мадонна я знаком с людьми которые общались общаются с ней мои друзья в америке в израиле видели и видят ее на каббалистических встречах на занятиях на праздниках вот и мадонна она даже сейчас несмотря на свой образ такой вот жизни да скажем так она изучает даже вот это у нее сейчас очень много фотографий она в кепке спиричал хангри духовный голод это на самом деле такая программа моники берг жены директора центра майкла берга они вот ведут такую такую серию подкастов на английском я не слушаю но я знаю вот и как раз таки это кепка из центра да и перебью здесь такое видимо она в доле в доле с центром реклама реклама идет она рекламирует я и благодарен за это и благодарны ей миллионы других людей потому что она распространяет она распространяет знания какие-то практики которые могут помогать людям не лично тоже многолетний опыт изучения каббалы меня тоже меня переструктурировал приблизил меня к самому себе но мы сейчас не про это я так думаю отвечая на на твой вопрос почему именно это потому что каббала не отрицает собственное эго нашу какую-то духовную темную развратную скажем так часть и более того чем больше у тебя желание вот этого эгоистического получить для себя тем больше ты можешь дать этому миру так сказать каббалистическим языком света энергии дарование милосердия путем трансформации путем сопротивления путем изучения подключения к тем или иным к политическим практикам ты можешь трансформировать это свое эго свое дурное начало во что-то хорошее не только для себя но и для всего мира она сама говорила в своей биографии что каббала помогает ей держать свое эго под контролем я лично знаю что люди были люди которые даже могли на нее наорать и перед которыми она была как маленький ребенок то есть представьте что такое отчитать мадонну вот естественно это было не всегда не везде не со всеми но такое было что она наконец-таки стала хоть кого-то слушать в последнее время ее не так-то часто видим именно в баллацентре насколько я знаю в прошлом году нарушение в нью-йорке ее не было вот она здесь перебью она такое замечание что последний раз она активно ходила до года шестнадцатого семнадцатого то есть фотки в аппарации были да постоянно я тебе отвечу а потому что потом она переехала в португалию а там вот лондона по-моему до лиссабона около двух часов перелета к ней ездили домой либо она делает у себя дома шаббат и праздники либо она летает в лондон вот это я точно да здесь как бы на час и вернулась обратно в нью-йорк а ну хотела не сейчас а даже уже там сук там года наверно два прошло то есть пожила немножко португалия вкусила батоку и остальные радости до зеленое вино там и многое другое и она вернулась нью-йорк но тем не менее мы сказать не видим то есть она там может развод раньше то есть было постоянно там папарацци постоянно ее там она ходила чуть ли не раз в неделю каждую неделю ее там видели то есть она и детей туда таскала ну и мужа раньше когда он была замужем поэтому на этой ноте хотелось бы перейти вот к личной жизни то есть это тоже очень интересно то что у нее было два брака ну как всем известно первые шампен значит все закончилось когда он петь 5 или 9 часов истязанию он не привязал к батареи что ли к стулу там разные версии и истязала ее и вот она пошли после этого сказала я на этом все закончила мне больше это не надо и там четыре года кажется брак длился ли три с половиной то есть там 85 ты 89 год начала и затем у нас идет горячим горячие тоже такая была они расстались а она сразу же это была большая первая большая борьба за опеку это отразилось даже в песне айдон гиды альбома мдины 12 года да то есть кто теперь там пела кажется кто получил да в итоге право на опеку да он так спрашивает ухмыляется над ним ну соответственно после размыловки развода гаем ричи посередине главного своего тура самого большого тура успешного в истории женского да то есть это стекен цвета 2008-2009 и в конце восьмого года он с ней разводится и она сразу же значит заводите любовника дима известная автосессия значит blame it on rio где она в рио-де-жанейро там чуть ли не там порева просто идет то есть ну это попал то что попало журнал в итоге вы w магазин да там это одна сотня части настоящего то что все эти утекло много интересных кадров и то есть она сразу где делает этот шаг да то есть она разводится и сразу пожалуйста тебе обложка с значит моим новым молодым горячим моделью бразиль бразильской да да хесос хесос ну иисус можно сказать да ну на на этом бразиль португальском до бразилии на португальском говорят кажется да и там да ну хесос иисус да и с тех пор с значит свои размылки с иисусом который тоже скинул в сеть фотографии где она без photoshop значит там я помню по mtv там показывали все попали перекаченные конечности мадонны мне такая сразу мысль а мадонна это что насекомое там или там млекопитающие что можно называть значит конечностями там ее руки-ноги и что есть такого не понимаю что значит вы там постоянно выглядеть с нас на 200 и 100 процентов да но не в этом суть здесь это не желтая пресса они делают свои дела в итоге с 9 года мы видим что она постоянно меняет любовников она тоню там бразильская модель то португальская то там значит заебат да то есть такой был даже такое имя было то есть иисус да и бат то есть очень интересно она выбирает значит и постоянно идет смена любовников и любовники хоть ее поставляю то есть там вот это заебат в конце тура он не танцевал в туре и там он по слухам изменил ей с другой танцовщицей ну и она конечно попытался там решать да но в итоге его тоже исключила на своей королевской королевского ближнего круга и такой вот вопрос почему еще главное она себя показывает такой жертвой фотосессиях в клипах да то есть например была интерлюдия к туру рыбал ход туда на себя показывает как мэрилин монро то есть был второй уже раз когда все показывает ну да вот вы видите да то есть кровоподтеки там ее избивают в этом интерлюдии то есть там просто идут месиво и там насилуют избивают то есть также в клипе экспрессе сел все помнят наверное то что она прикована цепью к столу или кровати даже там было идет значит она не кушает не пьет и стакана она идет цепью под столом и как кошка да из какой-то миски лакает там воду или молоко увидим это то есть мы видим такое внутреннюю жертву позиционирует такое ощущение что какую-то жертву пытается вывернуть все только это какой-то мазохистический способ и вопрос к тебе почему кто такого есть личности да у нее структуре что она притягивает или сама выбирает таких партнеров которые в итоге да они ее поставляют или она их там также им в сто раз их нижает что личности мадонны такое есть ну сказав именно да какой сценарий что какое убеждение относительно отношений как они должны начинаться как они должны заканчиваться и должны ли я к сожалению не знаю потому что с ней не общаться по этому вопросу но опять не уходя далеко от нашей фаллической женщины кстати я вот пока то говорил я вспомнил что даже ее детские воспоминания что она мечтала всю жизнь стать мальчиком она отрачивала волоски на ногах она писала стоя ходила топлиц как мальчик и было вот и это также влияет на ее на отношения то есть в отношениях с ней пара мадонны кто-то горячий заебатых и сус или какие-то другие мужчины это не отношение мужчина и женщина это на на психологическом плане это отношение двух мужчин потому что свой фаллос эта фаллическая женщина никуда не девает важное наблюдение а мы тут можем только наблюдать то что мы видим то что нам показывают и может быть надо сливают деленные инсайды вот вот эта знаменитая фотография где идет гайричи с мадонной у нее в руках целлофановый пакетик и там мы видим стропон ну вот более чем показывает фаллическую женщину для которой так важно гладать фаллосом и что она делает с мужчинами в прямом переносном смысле этого слова и ну вот интересно почему многие мужчины этого не выдерживают какие-то ей попадаются не такие также фаллическая женщина вильгельм райх был такой психолог телесно-ориентированный психотерапевт он тоже психоанализа пришел в науку он говорил что она фаллическая женщина склонна к невротической полигамности вот как для мужика альфа-самца важно делать отметки на винтовке на своем ружье а вот чем больше жертв тем ты круче своих глазах а так и мадонны на их меняет с гайрич я так думаю более-менее это клеилось на том что были дети маленькие то что она занималась активно кабалы в то время дети выросли не помог усыновленный из африки мало кто мужчин и российских и не только российских вообще это принимает чужого ребенка тем более другой расы другой национальности вот и как-то все пошло поехало по-другому тут может быть еще кризис 50 лет был для нее крайне важный он моложе вот кстати посмотри да она же всегда выбирает людей которые молодых людей мужчин которые моложе чем она единственный кто был это был шон пен то ли одногодки они с ним то ли там очень небольшая разница между ними было да перебью тебя перебью тебя был у него была одна попытка кстати удивительно мужчина который старше ее там чуть ли 20 лет у него разница у них или 15 чем значительно раньше это был это был актер да такой секс символ голливуда то есть тоже сильный мужчина то есть никакой там тряпка это был воррен бите но там как-то тоже все разлагалась даже фильме было постели в постели с мадонной данном оригинале это было правда или вызов да она там его унижала то есть там мы там мне мы не у нас не будет детей пока ты не начнешь есть мясо вот так она говорила ну видимо он тоже не выдержал может был был так женщины крайне важно доминировать поэтому сейчас когда тебе уже 65 и огромный счет в банке ну конечно выбирай молодое тело выбирай глупые глазки воспитывай их наставляй они сделают все что угодно но эти дети рано или поздно вырастут скажут тебе спасибо большое спасибо за пиар за помощь в карьере потому что она всем помогала по работе даже там этого самого херса луза кстати у них вполне плохие отношения мне кажется насколько я помню даже на концерт и уходит она из него сделать джей тоже там они про свет что-то такое там треки у него были связаны к баллистические на каббалистическую тему вот кого-то она пиарит заебат вообще бренд свой организовывал у меня даже есть худи этого самого бренда дефенд париж вот она она мама она доминирующая властная мама да и вот мы подходим к финальному до нашей части нашего видео такой интересный вопрос такая тема которая как раз таки началась все это началось не давно ее жизни то есть отношение ее к себе она но она всегда была труд трудоголиком да она всегда не жалела себя но в 50 лет до того шоу на каблуках 10 10 10 сантиметровых извиняюсь значит она вот его плясывает и еще кроме этого шоу да там многие танцоры которые выступали с ним этом туре до других турне она кроме шоу в этот день она два часа занимается гимнастикой вы представляете в 50 лет значит два часа на гимнастика в том еще разминка перед концертом и счет шоу и перелеты то есть это все почему это значит привело значит во время тура стекен сует который уже упомянул самый успешный тур которым в этом году кстати исполняется скоро 15 лет я буду тоже делать видео разберу там основные моменты почему он стал таким да вот успешным она во время этого тура падает в омарок то есть можно заметить что восьмом году накануне развода да там она просто себя не жалеет и во время концерта представляете во время концерта было где-то видео я надо найти его посмотреть возможно если найдем мы его вставим это видео был момент где она просто отключается буквально там на несколько секунд то есть было это видно затем во время следующего тура и уже там 50 сейчас секунду 56 54 54 до 4 года она москве тогда было я запомнил ходила бы мой первый концерт мадонны ну это было просто шикарно то есть там наши деятели государственные просто я опять ее что поносили по многим тем в том числе то что она там топчет крест якобы из-за из-за того что была где-то полка в виде креста якобы сбирается до каблуком встает я кому топчет крест он там было очень много сказать разного всего и в общем во время этого тура но уже в конце тура в южной америке она выступает температурой то есть во время у нее температура она выступает а шоу мадонны ну как вы поняли это там нагрузки на пределы возможностей человека это не как там не шер там при всем уважение там шерда она там просто выходит да там немножко отплясывает а у мадонны это сложно сложнейшая хореография она танцует чуть ли не на уровне своих танцоров то есть там одинаково почти нагрузки идут то есть там акробатические номера там ну там к чему привело вы знаете наверное то что в пятнадцатом году там во время своего выступления на brit awards что-то пошло не так и она повалилась кубарем назад так упала ну слава богу видимо из-за того что была хорошая физическая форма осталась жива это был пиар что это было специально связи я вот узнаю то что она перфекционист я думаю что это линию это было таким ну шоком то есть она там реально очень было но дело в том что во время этого тура мдиная тура до году она выступает температурой даже были фотки что приезжает после концерта что скоро к ней она все равно дальше дает концерта то есть идет какое-то непонятное мазохизм сада мазохизм далеко ходить не надо мадам x тур после последний состоявшийся тур да то есть на данный момент это театральный тур и там идет травма колена то есть во время американской части тура первая часть было 2 2 части для тех кто не знает да для зрителей наших была американская часть тура и европейская всего две части в общем во время американской части тура она проводит репетиции между шоу до основными и там от танцует на каблуках тоже на репетициях и она падает неудачно и идет к травма колена что-то такое там идет но у нее проблема на самом деле с коленом много лет что она делает она берет отпуск две недели но там между европейской и американской части тура летит значит накид там острова и пританцовывает потом идет европейская часть тура я там было слава богу мои концерты не отменились два оба да да вот вещь каким с тобой lucky star до двумя отменами попал в лиссабоне вот я лиссабон краски на было первое шоу те на 2 3 попал что она делает она не понимает что и там 60 лет да и она тоже собрались пришли встали в очередь и ангель объявляют концерт отменен ладно это один раз все бывает да мы в те люди в масте сказать бывают разные ситуации бывает такое но это происходит 10 раз это происходит и в реставоне и в париже и в лондоне она нормальный человек был он отменил до перенес бы турбы что-то сделать понимает что 60 лет даст ее история колена там нагрузки она не выдержит да дальше надо это делать нет человек уперся и дальше идет ну и конечно же последние четыре года это всем известно все желтые газеты все издания трудят об этом это значит попа мы видим бразильскую подтяжку причем это значит по сообщениям о западных изданий она имплант оставила еще восьмом году 8 9 год но сделали сверху специально накачивание жира то есть обычно делать либо одно либо другое она сделала оба и получился такой шарик который просто вот ну если у ким кардаши смотрится ну как-то более менее органично то есть там и у нее такой образ то у мадонны мы увидели какой тут инопланетянин какой-то то есть где мадонна наша это первое сказать за ночь пошел это был краски сначала перед туром мадам x и второй звоночек было то что начался жестких фотошоп и и в инстаграме то есть там мы начались такое ощущение что ее там отсутствует нижняя челюсть то есть кому-то она вырезала кусок здесь и у него изменилось полностью лицо это сначала было именно в инстаграме то есть были фотки жизни где такого не было потом появились фотки жизни там через полгода но видимо это был проект проект она сначала осуществила в инстаграме как мы понимаем а потом это пошло в жизнь то есть в жизни потому тоже увидели на профессиональных фотографиях что она значит изменила форму лица на что-то папа лицо и говорят зачем ты мадонна это делаешь но фанаты имеется ввиду зачем это это делаешь потом тем известно что она должна была начать тур твой стадионный тур то есть у нее не было стадиона шоу последние сколько четыре семь лет 16 года 7 лет до и от стадионный тур арена тур то есть концерты там почти через день то есть некоторые каждый день она себя начата и сколько сейчас ей исполнится исполнилось 65 лет ну на момент репетиции было 64 значит что она себя изматывает репетициями потом идут очень нездоровые инсайдерская информация о том что наша королева значит балуется запрещенными веществами то есть не галлюциногенами запрещенных веществ дорогие зрители да да мы все против да то есть это крайне нежелательно не ничего мы не рекламируем значит но мы видели что в инстаграме она выкладывала на галлюциноген на употребление да то есть например марихуану она там употребляла на публику даже снялась клипе с ног долга который славится всем этим делом то есть там был отрывок где она на своем балконе в нью-йорке всем это делает да и в итоге в том 12 более 20 часовые то есть она почти не спала эти репетиции то есть четыре часа ложится и все и дальше и между репетициями она тусуется тусит как говорят дата на санге она клубы либо дома то есть это по инсайдер по инсайдерской информации и мы видим госпитализацию весь мир шокирует то что ее увозят на скорой ее подключают к аппарату и вл а то так то у нас бабкина тоже была в к вид на ивл да да но здесь как бы очень пугающая информация то что она пропала полностью из поля зрения медиа да то есть здесь на ушла и главный тур начинается буквально произошло это было 28 что ли июня а тут должен был начаться 15 июля то есть нам две недели остается все это уже она должна паковать чемоданы там на детей с собой брать не брать все решает решать но попадает в эту реанимацию и молчи и молчание молчание значит и только за 345 дней что ли даже четыре дня до начала тура наконец-то она выходит на связь говорит что я жива там все да то есть всем она никто ничего не говорил на жива там не жива там где она в общем почему почему я рассказал про всю эту историю ее за последние 15 лет да вот эту изматывающую что такого происходит с мадонной с точки зрения психологии да что она себя просто убивает наших глазах идет какое-то изменение внешности то есть она все время себя принимала но это был у него был зож а сейчас идет какое-то значит расстройство что ли я не знаю как называть то есть хочу чтобы ты рассказал нам что на твой взгляд происходит с мадонной сейчас ну что мы наблюдаем мы наблюдаем что дети большие за ними присмотрю присмотр уже не тот мужа законного мужа который может ударить по столу кулаком и сказать а теперь слушай меня тоже нету есть тусовка которая специально подобранная в нужном направлении лижут до красна это мы тоже наблюдаем поэтому вот вот это эго вот это честолюбие сейчас берет верх ты говорил по поводу мазохизма так для человека который с такими параноидными склонностями и жесткое расписание и зож который был в начале так сказать жизненного пути это прямое прямое попадание вот в паранойю жить в определенной теме вот что мне надо мне надо достигать успеха сейчас я думаю вот из-за так сказать отсутствия стороннего контроля и стимулов но и также налицо возрастные кризисы потому что ты сам отмечаешь что с 50 лет и развод и в социуме есть некая такая планка что 50 лет значит земную жизнь пройдя до половины ей страшно скорее всего может быть вот некий мазохизм стремление доказать да вот эти вот самые 20 концертов одном городе через день либо каждый день концерты мы видим может быть это не стремление доказать самой себе что еще есть порох пороховницах что сейчас еще вам тут поддам и заставляют еще и прибегать к пластической хирургии чтобы выглядеть как значит пионерка я так думаю что сейчас это активная борьба с возрастом с возрастными изменениями процессами поэтому и вот этот моложавый образ жизни который мы видим несколько маргинальный отсутствие опять-таки контроля борьба с эйджизмом с внешним и внутренним и вот демонстрирует 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 нам то что мы сейчас видим что мы сейчас наблюдаем да я сама согласен то есть очень на мой взгляд здесь она на всю жизнь боролась за права да то есть даже она называет себя дурной феминистской то есть изо всех этих скандалов да то есть когда она выпускала книгу своими эротическими фотографиями где там было чуть ли не на грани до с порнографии это все было феминистки да они ну классические традиционные они ополчились на нее и просто что там объявили на нее охоту то есть она говорит как ты можешь да так делать и она сказала что я я защищаю ваши права но тем не менее я оставляю право себе быть сексуальной быть желанной да и здесь она как бы может быть она до конца него борола в себе сексизм и джизм может быть он еще есть в ней у меня такое ощущение что у нее что-то может быть осталось да и она борется со своими демонами да вот такими ты говорил еще про жертву я тут с тобой не согласился да иногда мы у нее видим тему жертвенности в отношениях которые она там поет в песнях да там вот харбрек сити например это что-то личное но жертва же есть еще и другая такой образ жанны дарк да вот отдать себя сгореть полностью и осветить другим путь то есть это уже немножко другая что ли жертва да вот такая вот мятежная лидерские способности продемонстрировать свои вот так как агнец отдать себя на заклание это уже жертва другая каждого перебиваю полу как она сам поют что после каждого падения она как феникс из пепла восстанавливается чтобы восстановить сначала себя сжечь дотла что она делает и демонстрирует нам тоже да но мы надеемся что у нее хватит что ума да и внутреннего чутья который помогал помогал ей выживать эти годы проходить через кризисы и и поэтому мы на этой ноте переходим к нашей финальной части нашего видео про прогноз на тур который вот должен был начаться в июле но как всем известно мы узнали о том что не госпитализировали она объявила что североамериканская часть которая должна была быть первой начала европа потом начала америка потом европа и потом снова америка должна была быть и вот она решила ее полностью североамериканскую перенести на следующий год то есть после европейской и мы сейчас тур начнется в октябре да я тоже собираюсь хотя надеюсь что все-таки повезет и на один из нескольких концертов если таки попаду вот хотелось бы узнать да то такой прогноз да с точки зрения астрологии у нас есть на этот тур и так же у нас будет вопрос от зрителя от фанатам но это позже чуть патрис что здесь сказать по поводу астрологии во первых каббала использует астрологию я знаю астролога который делал и делает может быть сейчас мадонне гороскопа вы можете смеяться вы можете дорогие зрители вы можете писать как так психолог может говорить об астрологии вы можете беситься вы можете делать что хотите вот самое будет лучше если вы разобьете свой экран на вашего гаджета вашего ноутбука где вы там сидите вот но в отличие от многих я таки проанализировал прогноз обязательно будет но чтобы подтвердить свои выводы свои воззрения и проследить вот это мышление человека то бишь мадонны что стоит сказать интересного во первых явный астрологический переход у нее произошел в 2006 году с момента релиза dvd i'm going to tell you a secret он вышел 20 июня в день значит летнего солнцестояния все вот эти 20 22 23 числа март июнь декабрь и сентябрь это некие точки в нашем календаре особо энергетические сильные дни у нее кстати вот лайк и пре вышел 21 марта восемьдесят девятого года да еще и в полнолуние да еще и в один из сильнейших каббалистических праздников в праздник пуре потом что-то выходил в полнолуние в новолуние что-то нет но вот чистый такой переход астрологический который мы наблюдаем это some going to tell you a secret далее далее хардкэнди выходит 14 ниссана в полнолуние месяц овен в праздник песок праздник свободы очень сильный день 15 20 ниссана также в полнолуние второй день песок выходит DVD стики нсвит тур мдна альбом выходит 23 марта официально а 21 22 если не изменяет память я на тот момент был студентом он уже увлекался многими так сказать системами у нас был слив вот этого самого альбома в сеть скорее всего это все сделалось ее же менеджментом менеджментом и также помимо вот этих мартовских дней помимо увеличения светового дня это новолуние опять-таки месяца ниссан месяца овен а это знак лидера знак победы новый астрологический год rebel heart альбом выходит в полнолуние месяца адар опять праздник порем самый сильный день самый веселый мадам икс к сожалению здесь что-то поломалось машинка сломалась далее не далее точнее чуть-чуть ранее rebel heart тур dvd выходит в 25 илюля день сотворения мира мадам икс dvd выходит в новолуние месяца скорпион celebration в 2009 году выходит тоже накануне нового года 29 илюля по еврейскому календарю то есть вот все релизы я не смотрел клипы я не смотрел там синглы в какие дни выпускались хотя я тоже знаю что что-то выпускается именно астрологически с ориентацией на вот эти космические зоны я например точно знаю что madeline клип и living for love снимали в тубе шват в новый год деревьев в январе-феврале это обычно происходит совпадение не думаю дорогие зрители помимо этого анализируя ее турне начиная с blonde ambition тура они все заканчиваются начинаются и заканчиваются в очень интересное время если у нас есть время я могу рассказать чтобы вы так сказать логическую цепочку построили есть у нас я думаю я думаю что у нас есть еще время почему бы нет я быстро давайте blonde ambition тур заканчивается в нице в полнолуние то есть как я здесь понял важно не то во сколько начинается турне в какой день важно во сколько заканчивается где финал где вот это вот кульминация сбор всей энергии сбор всех денег кассовых завершение истории хорошо бы заканчивать полнолуние либо в какие-то определенные даты ну так вот чтобы значит сейчас я вам тут поселю теорию про этих иллюминатов рептилоидов жидомасонов пожалуйста пишите в комментариях мне это будет очень интересно значит конфешн тур заканчивается 21 сентября значит осеннее равноденствие стики инсвит тур заканчивается в бразилии 21 декабря в зимнее солнцестояние mdna тур заканчивается в аргентине тоже 22 декабря да вот эти дни они всегда сильные с 20 по 23 астрологически оно может выходить на то на 20 то на 23 там надо высчитывать значит rebel heart начинается 9 сентября 2015 года день сотворения мира что-то у нас еще тоже было в день сотворения мира у нее выходило это вы потом посмотрите перемотаете тоже сильный день будет через 24 дня значит окончание 20 декабря 2015 года да вторая часть в 2016 году в Сиднее оканчивается 20 марта тоже в весеннее значит равноденствие мадам икс оканчивается 22 декабря а начин так а начинается 19 года 22 декабря в 19 году заканчивается а вот начинается 12 вторая часть 12 января 20 года в полнолуние и заканчивается ну из-за ковида пришлось сократить несколько шоу в париже друзья попали вот на последние концерты ее и это тоже было перед полнолунием перед перед закончилось от 9 марта 2020 года было полнолуние опять-таки был праздник полем я это прекрасно помню вот celebration tour теперь самому интересному я во-первых сначала не поверил я так и думал что будут отмены потому что я посмотрел по своим каббалистическим астрологическим трактатом этот день был бы негативный и я думаю вот что-то здесь будет скорее всего сейчас переиграли мы имеем другую сетку да значит старт у нас 14 октября это будет эра фрошхода шхешван это будет новолуние месяца скорпион очень сильный месяц очень сильный день в месяц скорпион начался великий потоп согласно каббале вот далее заканчивается он уже в двадцать четвертом году двадцать четвертого апреля да все верно вот что интересно там двадцатого двадцать первого есть шоу двадцать второго у нее выходной в Мексике и двадцать третьего двадцать четвертого опять два концерта заключительных знаете почему я подозреваю что в Мехико в Мексике двадцать второго апреля вечером мадонна будет сидеть за пасхальным седором она будет отмечать так называемую еврейскую каббалистическую пасху это полнолуние месяца месяца овен и далее идет неделя сильная неделя плюс влияние полнолуния она же тогда и заканчивает кстати в Мексике есть каббала центр раньше там были знаком чуть-чуть Ривка и Голькутновские они были учителя сейчас они в Майами вот но тем не менее она может себе кого угодно выписать она может там побыть вот это в общем кто будет у нас в Мексике в апреле то захаживайте и увидите Мадонну да пьющие кровь младенцев и надевающие маски из-за семени молодых любовников вот будет там такое в кровь младенцев никакие никакое семя никто не употребляет но 4 бокала кошерного вина я думаю за этот вечер она попробует это обязательно надо и здесь уж если столько совпадений а я не думаю что это просто совпадение я таки сделал гороскоп на первый день когда начинается ее турне я сейчас включу может быть я не включу я сейчас включу вам продемонстрирую натальную карту кто у меня значит астрологи смотрят или у Нестера может быть есть зрители астрологи пожалуйста подключайтесь пишите мне в комментариях прав я не прав мне очень интересно ваше мнение так сейчас у меня все загрузится и я покажу натальную не натальную карту а карту транзитов мы называем а у меня на канале вы можете увидеть натальную карту мадонны есть такая рубрика значит астроперсона и я там рассказываю про натальные карты тех или иных выдающихся людей сейчас я выведу ее на экран это натальная карта ее где черные значки изображены это планеты вот у нее луна в деве ну это я все видео расскажу и красные это планеты которые будут в космосе на момент начала турне на момент начала тура ну что здесь сказать да вот это соединение солнца меркурия и луны во втором доме говорит об о том что сознание певицы на этот момент оно будет там будут доминировать мысли как бы это ни звучало странным о материальном и о своей самооценке о своих имеющихся ресурсах достаточно ли хватит ли сил также здесь интересно соотношение вообще вот этот тур для нее он будет довольно кармическим и этот тот шанс где она может либо вот сорвать джейкпот да полностью бинго собрать положительное еще одну какую-то себе заметочку поставить либо это может обернуться полным крахом потому что мы видим что ее кармические узлы северный и южный они меняются местами здесь и ее транзиты подходит к ее натальному северному узлу то есть для себя она будет даже это осознавать что начало этого турне будет нечто судьбоносное для нее вот я не знаю как это что что мы получим по итогу вот все таки она еще занимается такими практиками которые позволяют сглаживать тот или иной эффект но период интересный будет период будет интенсивный мы видим в принципе поездки будут у нее и по Америке и по миру и по Европе вот но что касается именно зарубежья а под зарубежьем я считаю здесь так как она родила родилась в Америке и она гражданка Соединенных Штатов Америки все таки Европа для нее это зарубежья и все иностранное тут из-за транзита урана с Юпитером еще они находятся в ретроградной позиции будет очень весело с одной стороны Юпитер попадая в любой дом а здесь он попадает в ее дом зарубежья дальних поездок он будет раздуваться стремление это умножить это будет везде где у нас Юпитер в натальной карте или в карте транзитов это всегда место имеет вес оно всегда вот будет очень такое массивное что ли очень сильное но сюда же подключается уран а уран это всегда казусы это всегда сюрпризы поэтому я думаю что в этом туре особенно в европейской части то что не в Америке Латинская Америка кстати сюда тоже подходит возможны какие-то сюрпризы скорее всего не очень приятные потому что тут уже мы смотрим аспекты этих планет где они у меня подсказка небольшая так 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 непредвиденные обстоятельства в путешествиях за границей и транзитный уран он делает квадратуру с ее солнцем то есть человека буквально в этот момент выбивает из колеи он чувствует в себе какое-то возбуждение и часто не может его реализовать правильно вообще такой аспект очень хорош для работы потому что в этот момент ты думаешь что-то я засиделся на месте мне надо бы пойти поработать а не принести мне что-то новую какую-то нотку свою привычную деятельность да вот здесь же может быть я очень боюсь зная сейчас ее поведение что ей наскучит кататься ей наскучит этот график и в какой-то момент захочется красок а не отменить ли мне концерт если у меня 10 концертов или сколько там в лондоне 7 по моему концертов поставлено 6 концертов да такой даже по моему времена конфешенса не было когда я был 47 лет 48 вот как бы вот не было бы здесь соблазна да соблазна и еще этот аспект он что он дает он дает сбой физиологических ритмов вот что интересно опасность от электричества может быть может быть здесь же еще давайте все открою ее сатурн он переходит в шестой дом это дом здоровья сату это вообще-то неплохое для него положение потому что сатурн заставляет задуматься наконец-таки человека о своем здоровье вот если сатурн это такая планета с кнутом и пряником если человек соблюдает все рекомендации наперед потому что он знает ко мне сейчас приходит сатурн в тот или иной дом надо мне там подготовиться в этой сфере в шестой дом это да вот здесь вот я показываю это дом здоровья и еще дом подчиненок дом свиты вот если с ними нормально выстроены отношения подписаны контракты ты их не обижаешь они на тебя не в обиде ты следишь за своим здоровьем ты этот период проживаешь хорошо и также этот эта планета сатурн она всегда призывает отказаться от чего-то вести себя очень скромно тут есть вопросик мудонны вот то есть возможно здесь обострение хронических заболеваний либо какие-то наработанные болячки всплывут и проблемы с коллективом с подчиненными с труппой так сказать а проблемы еще я вижу здесь с инвесторами с чужими деньгами деньгами с с еще ну это деньги которые дают зрители потому что восьмой дом здесь как раз таки кармические узлы и сюда заходит планета херон херон это всегда обнаженная рана которая болит это рана соединяется с ее натальным натальной черной луной черная луна во вне страх не быть первой и вот это больная тема восьмой дом дом чужих денег всегда мы по этому дому смотрим наследство смотрим инвестиции инвесторов вот эти все вещи то есть здесь будут страхи и если не будет страховок не будет каких-то если она не подстилит соломки то возможно она подорвется на этом а что еще двенадцатый дом дом тайн дом загадок сюда заходит транзитная черная луна не ее натальная та которая будет на тот момент и она соединяется с ее натальным плутоном это страшное сочетание потому что черную луну я не буду произносить как ее называют потому что каббалисты не произносят это имя в слух чтобы не вызвать демона ненароком и вот этот демон соединяется с планетой которая является архетипом ада и все в доме тайн все в доме загадок дом который надо вот эти скелеты в шкафу которые могут выплывать и стучать из-под дна на психологическом уровне это переживается крайне тяжело это страшно и еще может быть здесь игра в некое всемогущество потому что потому что плутон это планета власти а черная луна это искушение искушение властью и здесь у нее будет черная луна в знаке дева это будет критика это будет желание чтобы все ходили по струнке скорее всего так вот прогноз такой всякое может быть скажем так мой прогноз что по америке у нее пройдет легче этот период чем в европе и свою какую-то вину она будет осознавать и очень много мыслей относительно денег здесь относительно чужих денег может быть не ее денег а денег а life nation или с кем она там сейчас работает вот я крайне рекомендую ей думать только о здоровье сейчас вот сейчас эту историю с 14 октября по 24 апреля это вот надо себя зашить во всех местах ей и вот соблюдать инструкции врачей кстати здесь у нее что возможно возможно прибегание к нетрадиционным методам лечения что очень страшно что если мы опять увидим вот эти холодные ледяные ванны поющие чаши которые в нью-йорке во время мадам икс во время перерыва делали и не соблюдение врачебных рекомендаций ну ждем ее ждем ждем ее в гостях у нашего дедушки на Урале там будет значит как там крови оленей в общем в общем будет нас туризм на лайт связь со всеми да то есть мадонна сразу всех померят да кстати вот а ты знаешь они чем похожи тем что когда одному надо что про него говорили он себя показывает и какие-то пиар акции проходят что вторая вот мадонна ее нельзя назвать чистым истероидом там это больше параноид когда ей надо все таблоиды все заголовки газет сми а это обычно перед каждым альбомом и перед каждым туром значит все про нее вспоминают как только заканчивается тур собрана касса мы ее не видим и не слышим вы вот это заметили интервью не дает нигде ничего есть только какие-то вот поводы как например там с этим хесусом надо было записаться то есть когда у нее надвигается альбом она сразу тут же появляется на публике как только ей надо отдохнуть она закрывается в бункере у себя ну или когда рекламируют рекламируют например свою былину у него была космическая космическая линия до сих пор есть хотя да она там что-то там в общем ходила в каждый супермаркет в америке ну да ким кардашин да это деньги да и тогда мы перейдем не будем нашего водителя томить перейдем к вопросу который мы получили от фаната какой же вопрос заключается в том сколько прорвет наша королева по музыке какой у нас прогноз есть на вот этого долгожителя хотя есть так сказать факт что бабушка ну да бабушка мадонны прожила до 100 лет даже она сама говорила мадам x что значит моя бабушка прожила до 100 я доживу до 200 вот так вот у нее же папа еще жив да если я не ошибаюсь он же жив да папе папе в 95 исполнилось уже в 95 да это вот к слову какая в америке уровень медицины социального обслуживания ладно не про это что я здесь думаю во-первых астрологически мы не можем увидеть дату смерти точную как правило она видна уже после того мы видим по спектру когда человек умер я все-таки думаю что мадонну ждет преклонный возраст вот а но сейчас вот из-за того что сатурн у нее эта тема надолго если она не соблюдает врачебные рекомендации которые ей порекомендовали относительно ее положение ее возраста то она себе укоротит жизнь либо качество жизни намного испортит сатурн еще понимаете он управляет связками и костями вот как бы здесь проблем не было может и бедро все все вот но я думаю я думаю что астрологически я не могу вот и не буду этого делать я думаю что еще двадцатку она протянет в каком виде не знаю получается ну подытоживая то что у нас идет значит либо она пройдет свое испытание над своим реком мы увидим значит то что на выучит урок свой как в туре до европейской части как и в в в эту часть в жизни и она проживет а если она все таки ну пойдет вот этим путем это найдет последние пять лет да скажем так пять-шесть лет то здесь результат будет печальный сказать я не хочу такого что тем мы помним майкл джексона до пятьдесят лет только шоу из жизни тоже там была тур кстати тур должен был состояться но и турка резиденция да и тоже накануне начало все отменилось там не у нас принеслось слава богу жива жив человек остался там он же не ушел из жизни поэтому мы очень надеемся мадонна если на смотришь в благоразумие гайл зири там кто там life nation пожалуйста берегите нашу берегите себя и давайте думать как то здраво возвращаться к здравому смыслу и наблюдать социальную дистанцию да 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 но конечно не на концертов концертов там можно и кусать пальцы и лизать и в общем все что поэтому поэтому хорошо спасибо дорогие зрители дорогие слушатели пишите свои вопросы где в каких клипах каких символах выступлениях вы увидели что-то мистическое какие реакции какое поведение позволяет нам сделать вывод о том какой она человек какая она личность астрологов попрошу особо здесь активизироваться посмотреть транзитов написать мне в комментариях мне это будет интересно потому что все мы на нервах все мы на чемоданах вот и подписывайтесь на мой канал и на канал не скучного Нестора да всем спасибо и хорошего всем дня и кто едет на тур желаю попасть на концерты да желаем и увидимся всем пока так щас я ой сколько там это это что все это что нас не что все 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 Субтитры сделал DimaTorzok